Мама – это заветное, такое теплое, такое нежное слово, ежедневно слышат тысячи белорусов разного возраста. Его трепетность не варьируется от количества детей. Для мамы и ее малыши – самое лучшее. Охрана здоровья женщин и детей и защита материнства являются одной из основных задач – приоритетом здравоохранения, имеющей особое значение формирование здоровья нации. Особенное внимание многодетным семьям. В территориальных центрах социального обслуживания населения у нас на учете стоит около 64 тысяч всего семей. Среди них 23 тысячи многодетных. Поэтому Брестская область считается у нас самой многодетной. Поэтому социальная политика государства у нас направлена на поддержку семей с детьми. Это и различные виды пособий, это и семейный капитал, программа семейного капитала. Это и выплаты к школе многодетным семьям для деток, которые обучаются в школах. Вниманием и заботой окружена каждая мама без исключения, причем с первых дней ее нового статуса. Единоразовая выплата по рождению первого и последующих детей пособий на протяжении трех лет, варьирующийся от того, сколько малышей воспитывается в семье. А с 2021 для поддержки и защиты статуса мамы в законодательстве пересмотрено положение о количестве необходимого трудового стажа для выхода на пенсию. Это коснется женщин, в чьих семьях четверо детей. Так гласит новый официальный документ. Он коснется мам, которые имеют четверо и более детей. В пенсионном законодательстве им будет засчитано в стаж для исчисления размера пенсии период ухода за детьми с 9 до 12 лет. То есть этот период будет увеличен с 9 до 12 лет, период ухода за ребенком для исчисления размера пенсии. Что касается многодетных мам, которые родили и воспитали четверых детей, то будет предусмотрена льгота в виде снижения минимального страхового стажа для реализации права на трудовую пенсию по возрасту. Быть мамой – большое счастье, которое, к сожалению, приходит к женщине не всегда просто. С 1 января 2021 года одна попытка ЭКО будет предоставляться гражданам Беларуси бесплатно. Возможности это адресовано супружеским парам, в которых возраст женщины не превышает 40 лет. И все медицинские показания не препятствуют этой процедуре. Для тех, кто уже практически потерял веру стать родителями маленького крохи, этот шанс будет уникальным. Обязательно это должны быть граждане Республики Беларусь. Это должна быть супружеская пара, зарегистрированная законодательством. В Беларуси уделяется самое пристальное внимание решению проблем женщин, семьи и детей, созданию условий для их нормальной жизнедеятельности, в полной мере понимая, что именно эти вопросы являются доминирующими в стране, определяют ее полноценные возможности и реальные перспективы на многие годы вперед. Мама белорусски смелая и при этом такие добрые, открытые, чутки. Их душевного тепла хватает на то, чтобы не только воспитать своих детей, но и помочь тем малышам, кто по разным причинам оказался обделенным любовью и заботой. Ведь самое главное для ребенка – это чувствовать себя любимым в семье, где ему всегда рады.